Всем здравствуйте! Сегодня мы в нашем видео рассмотрим крой платья, которое на мне. И это платье можно отнести к несложным. Оно будет несложно кроиться и также несложно шиться. Как раскроить, естественно, мы с вами рассмотрим. А последовательность пошива я тоже рассказываю в видео. Само платье имеет цельнокройный рукав, воротник, стойка с цельнокройной обтачкой. То есть мы рассмотрим, как это сделать. Я проговариваю о том, что этот воротничок-стоечка спереди идет с не спадающей небольшие качели. И говорю, сколько необходимо дать припуск на эти качели. Если вы захотите увеличить сборку качели, то, естественно, можно выйти немножечко больше за пределы сгиба середины переда. И проговариваю я о том, что необходимо немножко саму линию горловины, вот обтачку, продублировать, либо посадить на флизелин. Также в этом платье я сделала карманчики-обманчики-листочки. То есть они неполноценные. И по низу платья сделала выточки. В этом платье нет талевых выточек. Но такой вот силуэт платье будет придерживать. Вот я сейчас вам покажу это платье, как оно выглядит, чтобы вы видели сам вот этот цельнокроенный рукав. И, конечно, при раскрое, сколько сантиметров, куда мы откладываем, естественно, я все проговариваю. Мы работаем сегодня с трикотажем. Трикотаж я выбрала два оттенка, абсолютно одинаковый. Ну, я имею в виду по ощущениям, да, сам трикотаж, только разные оттенки. Он у нас из интернет-магазина Винтекс. Ссылочку вам оставим в описании. И, конечно же, для зрителей нашего канала, магазин Винтекс предоставляет 5% скидку по промокоду WOMEN2022. Трикотаж этот подойдет и на другие изделия. Это могут быть не только платья. Можно сделать тунику. Можно сделать замечательную красивую бруску. И с этого трикотажа можно сделать комплект. Даже я имею в виду, что это может быть юбка-блузка, халатик, либо это брюки-блузка. Тоже будет смотреться хорошо. Трикотаж мягкий, приятный на ощупь. И мне нравится его мерцание. То есть он так красиво-красиво мерцает, поблескивает. Также хочу обратить ваше внимание, что в магазине Винтекс, наверное, где-то процентов на 90 товаров, большие скидки. Так как сейчас проходит распродажа. Еще раз повторюсь, ссылочка на магазин есть в описании к этому видео. Итак, мы будем с вами делать цельнокройный рукав. Можно сразу построить, но я беру выкройку основу, только спинку. И по спинке будем с вами кроить и полочку, и спиночку. Переснимаю и беру бумагу. Вы можете делать это сразу на ткани. Я это делаю на бумаге только для того, чтобы вам все было лучше видно, потому что буду прорисовывать линии маркером, чтобы все было понятно. Итак, вот у меня край бумаги. Это середина спинки. По спинке у меня идет прогиб, поэтому я его точно так же и сделаю. Сейчас я смещаю чуть-чуть дальше и вам скажу, что мы сейчас делаем. Мы с вами опускаемся немножечко ниже от верха, потому что здесь нужно будет достроить. И опуститься нужно, ну вот здесь опуститесь, сантиметров на 15, чтобы потом не доклеивать. Я беру выкройку, подкладываю под низ и ее, ну как бы сейчас обвожу, а потом вношу те корректировки, которые мне нужны. Сейчас просто обвожу. Итак, вот я намечаю линию бедра. Кстати, это может быть платье, это может быть такая вот туника. По желанию вы можете длину регулировать. То есть выточка на спинке, можно ее делать, можно не делать. Тоже смотрите по желанию. И я ее пока не прорисовываю, а делаю прогиб по спинке. И вот здесь вот я прогиб сделаю, ну немножко больше, чтобы не делать выточку. Да, вот здесь. И теперь работаем по плечевой линии выточка. На нее не обращаем внимания. Вот плечевая линия как была, я ее перерисовала. То есть на выточке вообще никакого внимания. И теперь работаю дальше. Значит, смотрите. Вот у нас точка есть, высшая точка. Да, вот здесь вот седьмой шейный позвонок. Вот это вот по горловине, вернее не высшая, а вот эта точка. И мы от нее берем и вот так вот, ну сантиметров 14. Вот так вот я откладываю. То есть вот 14 сантиметров. И вверх приподнимаюсь сантиметра на 3,5. Вот так. От линии плечевой. Здесь можно убрать. Она нам не нужна уже, эта выкройка. То есть вот здесь у нас 3,5 сантиметра. А теперь, если мы возьмем, мы проведем с вами вот так вот прямую линию. И получим цельнокроенную стойку. Здесь она будет ниже, здесь она будет выше. Вот так и сделали. Получили около 5 сантиметров именно в этой части. Ну, 5,5. Да, ну вот смотрите, у меня получилось 5,5. Теперь я делаю сантиметра на 1,5 отступ. И от этой точки, ну вот так вот плавно перетекающую линию. То есть вот мы скруглили. После того, как скруглили, прорисовываем дальше плечевую линию. Длина рукава, наклон рукава, он может быть абсолютно разный. Мы его можем больше наклонить, меньше. Я делаю таким образом. Вот у меня плечевая линия идет. И я продлеваю еще сантиметра на 4,5. Опускаюсь где-то на сантиметр-полтора. И вот таким образом у меня получается вот рукавчик. Немножко как бы меняет наклон. Длина рукава может быть тоже разной. Ну, смотрите, я буду нашивать здесь манжет. Хочу, чтобы была и не очень большая длина, ну, средняя. Поэтому от, вот здесь вот, от плечевой линии, ну, я сейчас возьму сантиметра, ну, давайте 24. Вот так вот, 24 сантиметра. И под прямым углом относительно проведенной линии провожу еще одну линию. Теперь ширина рукава. В этой части, смотрите, насколько вы хотите, чтобы он был расширенным, либо зауженным. И измеряйте сантиметром. И когда вы будете измерять сантиметровой лентой, то я вам рекомендую, смотрите, что сделать. Вот вы измерили. И вот вы хотите, допустим, вот такую ширину. И посмотрите, сколько получается. То есть не измеряйте рукав, потом, ну, я имею в виду саму руку, и не добавляйте. А просто измерьте, вот, хочу, допустим, вот так вот. Ну, я измеряю сейчас тоже и вам сейчас скажу. Значит, у меня 40 сантиметров. Вот я пишу здесь 40. При этом я разделю пополам. Получаю, естественно, 20. И по спинке, а сейчас мы работаем именно со спинкой, я прибавляю еще один сантиметр, вот, к 20. А на полочке я отминусую один сантиметр. Значит, я вот здесь вот откладываю 21 сантиметр. И далее, смотрите, мы с вами, ну, вот, тоже сначала под прямым углом закругляем. В зависимости от того, какую вы хотите вот здесь вот приталенность, вы можете прям вот так вот брать и вывести, ну, вот так, по линии боковой. Хотите, можете немножечко расширить. Ну, я хочу чуть-чуть вот так вот придать свободы, чуть-чуть придать свободы по боковому срезу. И вот так вот иду до самого низа. А внизу потом у меня будут выточки. То есть вот здесь вот я расширяю, но при этом потом я буду делать выточки. Выточки. Значит, шов идет у меня вот здесь вот. И теперь расстояние то, которое есть, мы с вами можем, ну, вот здесь у меня, смотрите, 31 сантиметр. Поэтому я делю, ну, 10 и 10, да. Сейчас так вот возьму. Ну, возьму, допустим, 11. И еще, ну, даже визуально мы можем взять с вами и прорисовать выточки. На расстоянии тоже мы берем их сантиметров 10-12. Давайте возьму 12 сантиметров. И они у меня будут небольшими. Ну, вот так вот. Ну, я возьму и заберу, ну, где-то по миллиметров 7 справа-слева до сантиметра. Насколько вы хотите платье заузить. По боковому срезу вот здесь ничего не трогаю. То есть оно у меня вот уйдет вот сюда. Дальше можно брать, вырезать. А можно еще чуть-чуть удлинить. Ну, вот я сейчас возьму еще на 5 сантиметров удлиняю. Да, вот, ну, то есть я хочу вот еще чуть-чуть подлиннее. Рукавчик вырезаю. Ну, при этом нам нужно с вами еще вырезать сейчас крыловину. Добавить. По этому же принципу мы с вами строим и полочку. Ну, сейчас я вам тоже и полочку покажу. Можно вырезать даже, ну, практически одинаковые. Что же я сделала? Я приболела. И вот сейчас я вам показываю и не соображаю. Я специально здесь оставила и взяла, срезала. Значит, теперь беру, приклеиваю. Вот что значит подводит на здоровье, да? Так, ну, вот мы с вами вот эту линию получили. И теперь я беру, складываю по имеющейся линии. Вот так. И смотрите, я обвожу полностью линию горловины. Повторяю. И захожу на плечевую линию, ну, вот здесь вот, ну, сантиметра на 3, да? На 3, на 4 вы можете зайти. И потом сделать вот так. Сделать вот так. Ну, то есть я прорисовала вот здесь сантиметров 8. 8, 9, да? Где-то так. 8. Четко 8 сантиметров. Под прямым углом. И потом вот так вывожу. То есть все вот здесь у нас идет цельнокроенное. Поэтому вы не спешите вырезать так, как я. Теперь я всегда говорю о том, что полочка у нас должна быть немножко... Ну, ширина меньше, для того, чтобы линия... Сейчас показываю вам. Убираю. Для того, чтобы линия вот здесь вот переходила у нас наперед, да? Ну, я имею в виду, что... Чтобы... Наоборот, не наперед, а чтобы назад не тянула полочка. Поэтому я сейчас... Смотрите, что я делаю. Вот я сейчас делаю по-другому. Беру. И вот здесь вот... Я должна была откладывать 20... Вот у меня было 20 сантиметров. Здесь я взяла на спинке 20 плюс 1, а мне на полочке надо 20 минус 1. Значит, вот 19 сантиметров. Так. Ну, то есть, минус 2 сантиметра. И вот так вот я делаю. Таким образом я получаю вот этот вот переход. Здесь все остается на своих местах. И будет небольшое такое вот натяжение. И спереди будет вот так вот все выкладываться. Если вы хотите, и у кого очень большая грудь, вы можете даже добавить здесь себе выточку. То есть, при желании, пожалуйста, как ее добавлять. Мы уже показывали. Значит, это берется... Высчитывается тогда и высота груди, и все. Я вам показываю вот как я сделала. Сейчас я вырежу, как будет на мне. Вы тоже увидите. У меня тоже, ну, как бы грудь присутствует. А посадку на мне, естественно, вы увидите. Еще раз говорю о том, что необходимо дать чуть больше свободы. Все. И теперь по этой выкройке я вырезаю спинку со швом. Значит, смотрите, вот здесь у меня будет шов на спиночке. А на полочке будет прямая линия. И на спинке вот здесь вот я, естественно, вырезаю. То есть, у меня вот это вот вырезается. По спинке идет рука вшире. Потом, когда я буду вырезать полочку, я убираю. Вот здесь полочка и спинка абсолютно-абсолютно будут одинаковыми. За небольшим исключением, что я здесь добавлю чуть-чуть больше свободы. То есть, вот здесь немножечко у меня сгиб будет чуть-чуть уходить. Ну, в процессе кроя мы сейчас все с вами увидим. Итак, теперь по трикотажу. Значит, смотрим, проверяем растяжимость. Я вот на этом трикотаже смотрю, что вот у меня ширина, а вот длина. И вот в сторону, там, где доливаю, вроде бы, да, растяжимость идет гораздо больше. Поэтому я буду кроить именно так. Ткань складываю. Я сейчас не декотировала ее. Складываю лицо к лицу. Изнанка получается у меня вот здесь сверху, а внутри лицевая сторона. Ну, бывает такое, что мы когда работаем с трикотажами, то растяжимость у него, ну, бенгалин даже, да. Я уже неоднократно сталкивалась с тем, что у него растяжимость другая. Для того, чтобы сэкономить сейчас ткань, я буду делать таким образом. То есть я складываю сейчас на ту ширину, которая мне необходима. Что я имею в виду? Значит, смотрите. По спинке будет шов. Вот у меня рукав. Поэтому я беру вот эту вот точку, вот здесь, промеряю. Ну, вот получают 49 сантиметров. Значит, у меня вот с припуском на шов по спинке, это будет 50. Ну, возьму с запасом, допустим, 52 сантиметра, да, вот здесь. И, естественно, у меня вторая часть должна тоже выкладываться. Поэтому я беру, ну, допустим, метр 10. Это так я грубо сейчас беру и на ширину метр 10 складываю. Ну, то есть получается это 2,20. Это же у меня вдвое. 2,20-2,30. Так, я ткань складываю. Сейчас я все обвожу, а потом буду вырезать и сдвигать ткань, потому что сейчас она у меня, ну, немножечко так в запасе. Я хочу вот здесь чуть-чуть больше придать наклон. То есть, смотрите, вот здесь вот пару сантиметров и сюда 2 сантиметра я увожу. То есть я хочу, ну, чуть-чуть, смотрите, ну, вот эту вот линию, чтобы она была более такая вот плавно перетекающая. Соответственно, вот это расстояние, которое я снимаю, я вот здесь добавлю и сделаю, ну, тоже вот так немножко больше перетеку. Значит, выкладываю, делаю припуски на шов по спинке. Вот, смотрите, у нас подгибка низа. Ну, на подгибку низа здесь можно оставить даже чуть-чуть меньше длину, тоже смотрите сами. Я сейчас на подгибку низа возьму, ну, в целом, вот здесь вот, ну, сантиметра, наверное, 4. И теперь прорисовываю спинку. Значит, здесь идет прямая линия, естественно. Никакого припуска на цельнокровенную обтачку я не делаю. Будут задавать вопросы, сразу забегая наперед, говорю о том, что вот эту часть, которую я отворачиваю, я буду проклеивать дублерином таким тонким-тонким и мягким. То есть он не должен быть такой дубовый. Вот здесь я делаю припуск на шов, да, вот в этой части. Здесь припуск на шов идет, но сейчас, естественно, я все то, что у меня для прогиба, я вырезаю. Поскольку вам не будет видно те линии, которые я обвожу, еще раз повторяю, что я на 2 сантиметра вот здесь увеличиваю наклон. Соответственно, эти 2 сантиметра я добавляю вот здесь. Делаю небольшой припуск на шов до самого низа и все вырезаю. Вырезаю. Терморучкой я все обвела. Смотрите, я вот здесь тоже сделала больше, добавила себе и таким образом расширила. То есть смотрите, вот вы сами, от линии талии я поднялась где-то сантиметров на 7 и сразу пошло закругление. И вот видите, вот талии, и я даже не провожу вот линию вот эту, да, параллельно. Ну, она может быть параллельной, может нет. Примерка покажет. Значит, опустилась сюда на то количество, которое я срезала, сделала припуск на шов. Сейчас я измерила, у меня вот так вот получается 30 сантиметров с припуском уже на шов. Теперь все здесь у меня размечено. Я дальше сдвигаю. Пока рисую на вот этих частях. И теперь смотрю, что у меня получается, если я вот так вот выкладываю, вмещается у меня или нет. Все вмещается. И здесь запас, и здесь запас есть. Теперь что я хочу сделать. Смотрите, вот здесь, где у нас полочка, я вам сказала, что я сделаю запас. Сейчас, то есть вот здесь у нас все идет правильно. А вот тут, где вот эта вот часть горловины, я ее немножко отвожу в сторону. Отвожу в сторону, а дальше уже под прямым углом, ну, вот эта вот часть, вот она под прямым углом, и пойдет у меня вверх. То есть вот так. Надеюсь, вам понятно. Здесь я вот отодвигаю, ну, где-то сантиметра на полтора. Это для того, чтобы дать нам возможность хорошей посадки. Значит, смотрите. Пока беру, прикладываю. Обвожу, то есть делаю точно такой же запас на шов, как я сделала, и на спиночке. Здесь у меня был прогиб, у меня его быть не должно. То есть вот так вот, я пока вывожу вот так, смотрите, видите. Вот. Вот эта часть, она у меня должна повторяться, поэтому мне нужно вырезать вот здесь, вот рукавчик. То есть вот здесь, смотрите, до талии я довела, а потом я вот это вот все повторю. То есть вот сюда я буду повторять. Ну, единственное, что мне нужно будет сделать вот здесь вот меньше. И таким образом у нас с вами пойдет переход. Теперь плечевая линия. Еще раз, смотрите. Я делаю что? Отвожу вот так вот в сторону. Сантиметра на полтора. Вот так вот. Ну, прям беру, сдвигаю на полтора сантиметра, да, сейчас. Здесь у меня все прорисовано. На полтора сантиметра сдвинула и обвожу. Ну, единственное, что смотрите, чтобы линия талии оставалась на своем месте. Припуск на шов делаю. Дальше одинаково рукав идет. Вот здесь вот одинаково. И вот я дошла. То есть вот эта точка. Ну, потом мы будем прикладывать по вот этой линии. И именно по вот этой линии. Теперь я убираю. Выточки я потом прорисую. Фиксирую булавками полочку. Вырезаю сейчас именно спинку. Все поровняла, расправила. По линии низа рукава еще я сделаю пришивной манжет. Сама горловина, ну, если вы хотите, вы можете сделать ее немножечко, ну, не такой высокой. Но это вы уже посмотрите, как у меня получится. И уже можете отрегулировать. А я же, получается, вот как есть, так вам и буду показывать. Чтобы вы могли для себя принять решение, как хотите вы. То есть вот здесь вырезаю. Линия талии. Когда я буду сшивать, то вот здесь обязательно растягиваем. То есть делаем натяжение для того, чтобы, ну, не стягивало. Да, потому что вот эта вот часть, она, если мы с вами сшиваем без растяжения, то она потом стягивает у нас. Так, вырезаю до конца и показываю, что делаю дальше. Что у меня уже все начинает съезжать. Итак, смотрите, я спинку вырезала. Полочку сколола. Я не знаю, видны вам линии или нет. Вот я их, то, что я проводила. Для меня сейчас важно, это сделать следующее. Смотрите, вот я беру, да, вот здесь. И делаю следующее. Прикладываю, вот у меня рукавчик. Значит, вот у меня, смотрите, плечевой шов. И он у меня, смотрите, за счет того, что вот здесь вот я сделала наклон, у меня получается уже, вот здесь как баланс выходит. Вот здесь немножечко у меня уже выше получается. Значит, ну, я приподнимаю Линия талии, вот она у меня. И проделываю следующее. Повторяю рукав. За минусом двух сантиметров. Значит, вот здесь вот дохожу, смотрите, вот у меня на два сантиметра я делаю уже. И делаю вот так. То есть вот здесь немножко у меня другая будет линия. Но это не страшно. Она у меня хорошо сядет. И будет вот здесь вот растягиваться, как бы излишек будет убирать. Все. Но если я сейчас прикладываю, вот смотрите, видите, у меня рукав спинки, он больше, а рукав переда меньше. Выточки прорисую за кадром. Расположение карманов можно определить при примерке. Можно сделать карманы полноценные. Можно сделать имитацию карманов. В зависимости от того, как вы хотите, чтобы выглядело платье. И были они функциональными. Или просто имели место, ну как бы быть расположенными. За счет того, что мы с вами вот здесь вот добавили, да, вот здесь у нас же с вами будет переход, то получим небольшой вот такой, ну как бы, как водопадик. Вот, вот так вот мы все делаем. И вот здесь по-любому у нас будет все немножечко спадать и вот здесь вот немножко собираться. Еще раз повторюсь, что нужно либо тоненький дублеринчик, либо не толстый флизелин. То есть посмотрите сами, насколько вы хотите, чтобы у вас воротник был, ну, такой фундаментальный, да, скажем. Все, шить такое платье очень легко и просто. Значит, рассказываю вам последовательность пошива. Значит, последовательность такова полочка. Зашиваем выточки по линии низа, проклеиваем. Спинка по линии низа тоже прошиваем выточки, проклеиваем. Намечаем лицевая и изнаночная сторона. После того, как все это выполнили, располагаем карманы. Они у меня будут располагаться на 5 сантиметров ниже линии талии. То есть вот так на 5 сантиметров. И вот здесь вот я их располагаю. Делаем карманчики или обманчики. После того, как мы с вами сделали, полочка полностью готова, спинка готова. Пока спинку шов вот этот вот средний не делаю. После этого раскладываем, убираю булавки, показываю. Соединяем лицом к лицу. Ну, я не все убираю, чтобы было понятно. Соединяем лицом к лицу и пришиваем с вами плечевые швы и горловину. Пришили одну сторону, вторую. Сразу сделали манжет по линии низа рукава. То есть, ну вот здесь вы можете определиться, ширина подходит, не подходит. То есть, смотрите, вдруг захотите внести корректировки. Манжеты у вас уже готовы. После чего соединяем боковые швы после манжет. Потом соединяем шов, который у нас по середине спинки. Подгибаем низ, подгибаем воротник. Его можем фиксировать. Я имею ввиду не прошивать, а он может быть зафиксирован у нас только по линии. Вот здесь вот плечевой. То есть, мы его вывернули и вот здесь зафиксировали. Вот в этой части. И все. И носим платье с удовольствием. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok